Бонжорно, владельцы! С вами Соболев, это из ДК Алмаз. И мы на обзоре каменного одноэтажного дома площадью 189 квадратных метров. Правильно, Маша? Нет, 130. 130 квадратных метров построены нашей компанией в поселке Журавли. Поехали! Пока едем, ставим лайк. Очень коротко, конструктив. Железобетонный свайл, железобетонный ростер, железобетонные плиты. Подвал у нас вентилируемый, газобетон, плотность 0,04 и толщина 0,04. И крыша из металл-черепицы двускатная. В доме супер планировка. Почему? Потому что там минимальный набор по удобству. Там количество спальни, там мастер-спальня, там котельная, там санузлы. Вот там вот все как надо, сейчас обязательно покажу. Плюс подарок, бонус-трек. Сегодня мы находимся на этапе чистовой отделки. И мы снимем нам заказчик, разрешит снять этот дом уже после того, как отделка будет завершена, прям полностью готовой. В чем уникальность еще проекта в том, что он на этой улице такой один. У него у одного участок 10 соток. Это был первый заказчик на этой улице. Он успел до того, как мы ее полоснули. В чем тематика? В том, что мы хотели дать улицу с большими участками. А по факту оказалось, что ни у кого на них денег нет. Хотя в комментариях вечно пишут, что участки 6 соток прям вот маленькие, нам 10-15. Вот, собственно, опыт показал, что один из 10 готов такой участок покупать. И мы сейчас на нем. Пойдемте сразу в дом, покажу, что в нем у нас внутри интересного есть. А он действительно интересный. И здесь можно начать разговор с того, что... Какая неприятность. Разговор можно начать с того, что у нас правильное крыльцо. Что значит правильное крыльцо? Это значит, что оно, первое, железобетонное, второе, оно максимально широкое. То есть для того, чтобы спускаться, нам было бы достаточно, ну вот, метр 200. Берем и спускаемся. У нас здесь выполнены ступени во всю ширину. Фактически, с точки зрения эксплуатации, юзабилити, это не добавляет какого-то такого сильно большого плюса. Это с точки зрения внешнего вида совершенно другие эмоции. И с точки зрения ощущений по этой лестнице, она по-другому ощущается. Она ощущается монументально, она ощущается широко. Если хотите, можно сказать по-русски. Я всегда такие моментики отмечаю. Когда у нас веранда и лестница во всю веранду. Когда у нас крыльцо лезет во всю крыльцо. Я это люблю. И это вот отличает как раз индивидуальное строительство от типового многоквартирного. Крыльцо утопленное у нас вглубь дома. Есть большое количество почитателей такой истории. Не всегда мне это нравится. Здесь это выглядит гармонично. Единственное, что лично меня смущает, конкретно здесь, это сразу наличие котельной и газовой трубы. Но покрасили их в серый цвет. Мало того, что это цвет крыши. И к тому же, если хочется какую-то конструкцию как-то затенить, чтобы ее было не видно, самый идеальный цвет для нее это серый. Он так делает, что все эти вспомогательные конструкции ты сразу начинаешь не замечать. Как будто вот мужик в камуфляже в городе ходит, его не видно. То же самое с этими конструкциями. Ну ладно, все, это разговоры. Смотрите, какая у нас уже здесь допущена, на мой взгляд. Ну почему ошибка? Здесь уже стоит постоянная дверь. И вот, ребята, я постоянно говорю, что не надо ставить постоянную дверь. Постоянно говорю про постоянную дверь. И постоянно говорю слово «постоянность». Почему я говорю, что не надо ставить постоянную дверь? Потому что у нас, значит, она придет в негодность после часовой отделки. И вот мы с вами можем посмотреть. Отделка в доме только началась. Вот, двери, естественно, заклеили как могли. Но на сегодняшний момент дефектов пока никаких нет. Мы после часовой отделки придем, посмотрим. Я вам ее покажу. Здесь 100% 100 очков люди пытаются ее охранять. Но вот я вижу уже большое количество раз здесь. Но не получается ногу высоко поднять. Понимаете, порог 3 метра просто. Но не получается ногу поднять. Поэтому постоянно люди задевают. Вот, то есть тут уже постепенно. Я так же свою машину сажусь, простите. Да, ну что сделаешь, да, действительно. Там же дверной проем, он 10 сантиметров. Ну как в него попасть? Естественно, после того, как мы дверь открыли, мы оказались с вами в тамбуре. Маша, смотри, что у тебя дверь не прихлопнула. Сказано, сделано. Ветер, спасибо. Этого многие ждут. Да, и, кстати, ребят, вот еще пассаж мой любимый. Вот я на всех видео рассказываю про гидропароизоляцию. Вот она, смотрите, гастированная, да, чтобы дверь у нас стояла долго. И вот мы сейчас начинаем с вами, предположим, хотим ее приклеить. И вот у нас первое, да, то есть у нас отъезье 0, вот у газобетона. Второе у нас здесь есть уши, на которые крепится дверь. Я забыл название этой конструкции. Простите, ради Христа, я не со зла, ну вот вылетел. Ну бывает такое, да, вот думал, думал, всю жизнь думал. И потом не надумал. Вот, тем не менее, оно мешает. Да, в момент отделки откоса, вот если они там будут сделаны, там, штукатуриваться, если они будут. Здесь каким-то образом все-таки это прилепит. Но фактически, фактически парогидроизоляция нужна, особенно на входной двери. Но в жизни нормального ее исполнения, ну очень редко, когда приходится увидеть. Поэтому классная штука, вот керамогранитом откосы дверные отделывать. Потому что это мощнейший паронепроницаемый слой. И вот эта пена, она как раз им будет защищена. Вот, что касается двери. А что касается тамбура, что касается тамбура, как просто, как это, как Стас Суперкласс начинает говорить. Что касаемо он говорит, да. Он у нас не просто тамбур, а тамбур гардеробная. Вот, гардеробную убери. Ну здесь, собственно, вообще просто места будет совершенно мало. Но вот у нас здесь такое, с одной стороны, спорное решение, да. Почему спорное? Вы знаете мою позицию. Маленькая гардеробная всегда хуже, чем большой шкаф. Потому что мы, например, могли бы, могли бы здесь не иметь никакой стены. Могли иметь здесь большой проем. И вот у нас, ну там, шкаф во всю длину. Заказчик не захотел, захотел с обособленности. Прикольное, на самом деле, решение с точки зрения зонирования. Конкретно здесь вот, ну, я его, пожалуй, поддержу. Ты считаешь, это маленькая гардеробная? Я считаю, что это маленькая гардеробная. Может, это вообще достаточно гардеробная. Смотри, если мы говорим про сезонные вещи, ну, просто про уличную одежду. Я считаю, может быть, я сейчас не прав, что уличная одежда у человека меньше, чем, ну, просто одежда. Ну, у меня так. То есть у меня курток меньше, чем просто шмоток. Поэтому мне места для вещей, вот, которые я ношу и моя жена носит, нужно больше, чем места для хранения в тамбуре. На мой взгляд, для тамбура непосредственно это большое помещение. Но если мы говорим про гардеробную для хранения вещей, это маленькое помещение. Почему? Ну, что предполагаем, что мы здесь храним вещи. Вот мы зашли, у нее ширина метр двести. Как я это понимаю, ну, на ощупь, я так чувствую. И нам нужно расположить, ну, как-то вот шкафы здесь. Угловые, вы знаете, они бестолковые. Здесь особо не загнешь. Мы просто по одной стене делаем, ну, себе какие-то вишала. А вот эта часть у нас на проход. И фактически мы разменяли вот это пространство, все, вместо того, чтобы сделать полный шкаф, закрытый, там, лаконичный, монументальный. Мы вот разменяли это на гардеробную. Исключительно для того, чтобы чувствовать, что у нас есть гардеробная, чтобы этим гордиться. Гордыню свою накормили квадратными метрами по сто тысяч рублей за квадрат. Гардеробная здесь есть. И огромный плюс, она с окном. Вы знаете мою позицию. В любом помещении, в индивидуальном частном доме должно быть окно. Абсолютно в любом. В котельной, в кладовке, в шкафу, в чердаке, в гардеробной. Вот везде оно здесь есть. Мы сейчас находимся в период, когда свет отключили. Мы не знаем почему. Может быть, кто-нибудь мышка бисели под землей. Может быть. Может быть, мы не заплатили за весь поселок, тогда вы всех отключили. У нас большие проблемы. Но факт, еще паук, надеюсь, наверх ползет, чтобы к деньгам. Но факт заключается в том, что свет отключили. И здесь есть естественное освещение. Нам сейчас здесь светло. Вот. Еще здесь есть радиаторы. Вы знаете, опять же, мою позицию. Я не сторонник радиаторов в гардеробной. Потому что это некоторого рода буферная зона. Но, вероятно, у нашего заказчика была какая-то цель, когда здесь радиаторы эти появились. И вот, что я здесь вижу, что мне очень нравится. Ну, во-первых, мне нравится плитка, ее цвет. Это суперцвет для гардеробной. Это серый а-ля бетон. Это цвет, на котором не видно грязи. И этот цвет, который сложно испачкать, он с виду как бы уже грязный. Вот это вот напольное покрытие. Плюс это крупный формат. Ну, вот прям круто. И круто вот это. Потому что таким образом оно уже... Это, кстати, штукатурка. Судя по тому, как это выглядит, здесь, скорее всего, не появится пластиковый подоконник. То есть у меня есть еще такие контры с пластиковыми подоконниками. Я их ненавижу. Здесь его не будет. Поэтому красота. Красота, счастье и здоровье. С точки зрения, да, сценариев мы заходим, у нас сразу же получается общая зона. И благодаря тому, что дом имеет большую площадь, 130 квадратных метров, в современных реалиях, ну, в ванной особенно, это прям большой дом. Это раньше говорили, ну, хотя бы 130. Хотя бы. Это даже сейчас 130, если у тебя 130, это, ну, женщины должны оглянуться на улице. Ну, кто понял шутку, надеюсь, она была смешная. У нас здесь уже дизайн-проект. Вы видите, мы вышли на новый уровень, межгалактический. Мы теперь снимаем объекты, только те, у которых есть дизайн-проекты. Вот кухня будет выглядеть вот так. Поменьше кухня, побольше гостиная. Но общая площадь помещения очень даже внушительная. И помимо того, что здесь гостиная, не стали дома делать кабинет, здесь решили заказчики организовать рабочее место. Будет выглядеть вот так. И, как вы уже поняли, вот этот вот выразительный столбик, это история с телевизором. Одно, я только здесь не поддерживаю, в этой истории, это вот эти уголочки. Вот. То есть я их могу понять с точки зрения того, что, ну, ладно, сделали, типа и норм. Не должно быть уголочков на керамограните, особенно вот в такой зоне. Ну, это иконостас современного дома, телевизор. Ну, шутки шутками, но телек вместо сбора. Вот. Здесь у нас диван. В доме у нас ниже уровень подоконников. И здесь я тоже вижу штукатуривание. И здесь я тоже надеюсь и предполагаю, что не будет пластикового подоконника. Но есть один момент, который меня пугает. Это вот этот пластиковый подстановочный профиль, почему он открыт. Может быть, все-таки пластиковый подоконник здесь появится. И если он здесь появится, зачем тогда это штукатурили? Ну и, собственно говоря, что касаемо кухни, да. У нас здесь еще супер классное решение. Я смотрел какое-то видео с каким-то парнем. Он дизайнер. Ну, судя по его внешнему виду. Как отличить дизайнера от натурала, вы пишите в комментариях. У нас здесь сквозной просвет у дома получается. Ну, первое, о чем я говорю. Круто, когда кухня-гостиная. По центру у нас выход на веранду, большое окно. Оно освещает не только кухню-гостиную, еще дает свет в коридор. Так вот, у нас наблюдается здесь это явление. И, помимо прочего, у нас окно, которое находится в спальне, идет как раз-таки напротив. То есть у нас у дома некоторого рода сквозной просвет. Да, мы понимаем, что там будет стоять дверь. Да, мы понимаем, что мы это окно не факт, что когда-то будем видеть. Но сам факт того, это очень классная приколюха. Это, на самом деле, редко когда встретишь, когда есть вот спальне просвет в доме. Что касаемо кухни, практически пакет стандарт уже. Очень красивая, лаконичная история у нас с точки зрения гарнитура. Естественно, прозрачные шкафы с подсветкой. Вот прям must-have для современной кухни. Ну и, естественно, мойка, которую у нас моем и смотрим. Да, программа называется. Вот смотри, вот здесь вот не штукатурно, а здесь может... А, здесь столешница будет. Вот здесь будет столешница, а они здесь не штукатурли. Если они там штукатурли, значит, как это цвета ничего не будет. Ну зачем там постановочный профиль? Слушай, давай полистаем. А, стоп, здесь будут подоконники. Они будут просто не такие уродские, как белые. Но тоже, наверное, все-таки пластиковые. Опять же, моя позиция жизненная. Не собираюсь с ней прощаться. По поводу подоконников. Очень круто, когда вот есть у нас откос какой-то, и он продолжается здесь. Если мы красим стену, мы красим откос, мы в этом месте его тоже красим. Если вы переживаете, что устанете сюда ногами, его проломите, не переживайте. Это все можно сделать из ГВЛа на теплый клей. Ничего ногами не продавится. Будете здесь танцевать, плясать, мыть его себе на здоровье, мочей краской все это красится. Выглядит очень круто. И до сих пор не понимаю желания людей окно и оконный проем еще дополнить какой-то планочкой другого цвета внизу. Или там из пластика. Не понимаю, и все. Считаю, что так намного лучше. Лучше делают именно, кто любит цветы, например. Так, ставь сюда цветы. Что проблема? Вот в чем? В том, что ты перельешь и все. И реально оно не ототрется. Оотрется. Моющей краской покрасим. У меня есть огромное количество градаций краски с точки зрения ее вандалу устойчивости. Есть краска, по которой ты бьешь молотком, а больно тебе. Ладно, нет такой краски. Не, серьезно. У меня дома покрашено. Там, где мне хотелось, не помню название, текурилой моющейся. Там и цветы, там и пес кровью наобрызгал. Там все оттерлось чуть не с до месяца. Там реально все чисто, все круто. Там скорее вот этот дешевый подоконник впитал бы эту грязь в себя, в свою фракцию. ЛДПР-шную, чем эта краска. Не, ну дешевый, которые самые, это да, которые все равно под дерево. Они же все равно немножко другие, смотрятся лучше. Они лучше, безусловно. Они уже дорогие, и они стоят не дешевле, чем если сделать. Ну, да. Хорошо. А еще ты можешь положить керамогранит. У тебя на полу керамогранит, например, какой-то. Под камень. Под бермудский изумруд, если такой существует. И он же у тебя здесь. Ну, вот это да, это тема. Ну, норм. Вот. Ты можешь дерево купить. Деревянный щит. Но он потом волной пойдет. Хотел другое слово сказать. А мы двигаемся далее. Помимо кухни и гостиной, у нас есть еще две спальни. Две детские. Ну, здесь сейчас склад строительных материалов. И заказчики, ну, дети однополые, две девочки, решили не селить в разных комнатах, пока они маленькие. А одна комната у них. Для того, чтобы спать. А вторая, чтобы играть. То есть подрастут вторая комната, имеет возможность переделаться в вторую детскую просто. За что хотел зацепиться немножечко. Да, это котельная. Здесь она классная. Она хорошей формы. Что нам позволяет данная форма? Мы по одной стене загружаем все оборудование, которое хотим загрузить, техническое в доме. Вот, достаточно. Здесь, кстати, это электрокотел. Не обращаем внимания. Сейчас дом будет газифицироваться. Вот у нас уже приход газа здесь стоит. Хотя посмотрим, есть газ. Ставьте эту девочку, как я открываю ее и не взрываю. Да, есть. Нет, нет, ничего. Блин, а прикинь, она была опрессована, а я сломался. Да нет. Сейчас там конденсат появится, вода. И у всех будет проблема из-за того, что я тут шелокрутил. Рукобудил. В общем, не пускайте его в наш дом. Только не пускайте его в наш дом, чтобы он что-нибудь не сломал перед сдачей. И по-разному скажите, строго-насторого, чтобы не пускали его в поселок. Дать очень добрый совет. Так вот, вот эта часть у нас уйдет. Здесь появится газовый котел. И при необходимости, стоя чехоль, сюда еще можно добавить... Я прошу прощения, котел здесь будет. Вот, и при необходимости здесь может появиться еще более просто нагрева. Вот, собственно, у нас вся техничка влезла сюда. Нам позволяет это оборудование, связанное со стиркой. Здесь как раз выводы под него с сушкой, с хранением вывести на эту часть. В центре у нас вместо прохода, вместо возможного расположения каких-либо сушевок. Ну, и доступ в подполье, который будет закрыт люком. Вот, то есть солдатикам туда прыгать смысла нет. Там высота максимум по пояс. И, собственно говоря, дизайнерская ванна. Из больших плюсов вы знаете мою нелюбовь к унитазам и мою любовь к инсталляциям. И здесь у нас есть инсталляция. Но выполнена она в форме гроба. А в будущем у нас здесь появится еще ниша для хранения. Поэтому гроба не будет. Будет очень хорошая объемная история. Поэтому я очень даже рад. И то, что меня привергает в радость. Еще больше это два вывода под две отдельных раковины. Не сказать, что это прям суперудобное, суперполезное решение. Хотя те, кто с ними живут, скажут, что именно оно суперудобное, суперполезное. Оно прикольное. Опять же, мы идем в индивидуализацию. Мы идем в новые, более комфортные истории с точки зрения поведения потребителя. И две раковины это просто круто. Это просто круто чувствовать, когда одна твоя, одна ее. Вот. Я, конечно, сомневаюсь, что кто-то говорит, одна моя, другая детей. Ну, детям нужен туалет с этой точки зрения. Потому что у вас с женой есть свои раковины. А как оно обычно бывает? У тебя твоя раковина, а у жены, у жены и детей. Нет, у них там своя. Дискриминация. У них там своя. Можешь в спальне, а это детские, значит. Это две детские. Да. Ой, ну господи, что за красота, что за счастье. Вот. И здесь еще очень интересно выполнено зонирование по плитке. То есть, есть поверье у дизайнеров, я с ним согласен, что если мы хотим сделать разную плитку в помещении, то одна плоскость, это одна плитка. И вот у нас есть стена, то есть она полностью закрывается керамогранитом под камушек. Это под бетон шлифованный. У нас есть там вторая стена, она полностью закрывается керамогранитом под дерево. Ломается эта история только здесь, но здесь таким образом сдекорировали часть, которая пойдет как раз-таки под умывальник. Крайне важная вещь, которая здесь есть. Да, кстати, еще момент. В доме достаточно длинный коридор. Ну, во-первых, дом большой. В большом доме без длинного коридора не получится обойтись. То есть у нас иногда залетают люди, которые хотят, чтобы там квадрат 150 у них было одноэтажный дом. Не было коридоров, но так не бывает. Особенно, если хотите еще много комнат, то есть должна быть какая-то артерия движения людей. Плюс какой? Он широкий. И он светлый. То есть он сквозный свет, ну и так далее. Здесь с точки зрения давления, да, мы сейчас сюда умозрительно добавляем двери, мы сюда добавляем дверь, свет становится меньше, но там очень большой световой портал. Поэтому длина коридора и его ширина, она абсолютно никаким образом не стращает. Кто мы чаще и чаще видим, чему мы очень рады, это мастер спальня. Вот. Причем, опять же, вот эта история с этим окном. Его могло здесь не быть. И по логике вещей, его обычно здесь не бывает. Потому как кровать у нас стоит с этой стороны. У нас одно окно есть, а здесь у нас обычно типа телевизор, а вот у нас свободная стена, давайте сюда бахнем туалетный столик. И вот, собственно говоря, оно все. По поводу окна супер тема для туалетного столика. Потому что девочке, ей же нужен естественный свет, чтобы краситься. Но не настолько, чтобы он херачил. А это ты, ну, сейчас сколько, сейчас в 4 вечера? Ты же в 4 вечера не красишься. Ты красишься, ну, там, в 8 утра, грубо говоря, там, или в 9. Ну, кто как. Я на работе. Вот. Соответственно, полгода у тебя здесь будет нормальный свет. Не лупить в глаза, но может быть. То есть, если здесь еще есть антресоль, небольшое зеркало, и вот это вот окно играет роль вот этого большого света для отделочных работ, это вообще тема. Но, как здесь оно есть, мы видим сейчас на рендерах. Даже если здесь нет туалетного столика, оно не открывающееся и не надо. Потому что для проветривания у нас есть одностворка открывающаяся, а это исключительно свет, исключительно ощущение. И в чем прикол мастер-спальни? Вот, собственно говоря, мы оказались в гардеробной. Мы в данном случае уже ничего, наверное, не сделали бы, если вы хотели расположить как-то по-другому вещи. У нас здесь две зоны. Ну, по сути, вот маленькая гардеробная. Когда ты слышишь гардеробное слово, ты думаешь, что там прям, ну, много вещей. Здесь два шкафа. Судя по проему, есть подозрение, что двери здесь не будет, но мы это узнаем. Вот, вероятно, это просто арка, и это правильное решение. Вот, потому что у нас сюда доступ света первое. Второе, зачем спальню градить еще дверью? И что мне лично очень нравится конкретно вот в этом планировочном решении, здесь для того, чтобы попасть в гардеробную, не нужно обходить кровать. То есть мы снимали две недели назад дом с Старым Светом, и там есть мастер-спальня, но там для того, чтобы в гардеробную попасть, мало мусором как загрузил, там, чтобы в гардеробную попасть, нужно обойти кровать. То есть, а это неправильно делать, это не надо делать. Здесь обходить ничего не надо, ты зашел и, собственно говоря, оказался в месте, где можно раздеться. Как и положено, в мастер-спальне здесь у нас вот большое помещение, только вместо ванны здесь уже душевая комната, наверное, правильно назвать, чем душевая кабина. Как здесь у нас красиво будет, мы видим на рендере. Друзья, мы годами оттачивали нашу линейку типовых проектов, чтобы они удовлетворяли трем критериям. Быстро, дешево и качественно. Ну, качественно это с точки зрения удобства жизни. Тем самым мы в минимальный по набору квадратных метров дом вставили большое количество необходимых для жизни среднестатистической семьи помещений. И все эти проекты теперь можно купить. Регулярно к нам обращаются наши заказчики из других городов, а мы не строим нигде, кроме как в Иванове. Просит продать проект. Так вот, теперь эта опция доступна. Переходите по ссылке в описании, оплачивайте и скачивайте. На здоровье. У нас на прошлом видео люди ругались, что не то, чтобы по-английски попрощался, просто видео обрубилось. Ну, как так можно? Вообще прощения нет. Цель была достигнута. Она была в том, чтобы вы комментарий написали, вы написали его. Но мы не собираемся никого гневать, поэтому, друзья, спасибо, что досмотрели это видео до конца. С вами был Собольф Никита. Увидимся на вашей стройке. Всех обнял и поцеловал. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!